Ребята, всем привет! Мы продолжаем играть в Мео Бэйс и, как вы помните, мы остановились на том, что нам не хватает солнечных батарей и нужно как-то это поправить, потому что у нас очень большое потребление энергии. Так что мы сейчас пополняем запас кислорода. Мы сейчас сделаем по-простому, смотрите как. Мы сделаем сейчас себе вот такой вот кислородный баллон. Давайте его закажем. Отличненько. И я думаю, что сейчас отправимся в путь, в принципе, с тем кислородом, который у нас есть. Вот так вот, да. Потому что ждать уже у нас времени мало. Ждать мы не можем. И пойдемте искать. Для солнечных батарей нам нужен металл, металлические пластины и схемы. Схемы у нас есть одна, металлические пластины у нас одна. Для металлической пластины у нас, в принципе, ресурсы все есть, поэтому я с ней не буду даже заморачиваться. О, кстати, нам уже нужно и покушать. И тут как раз у нас фрукты есть. Давайте съедим. Отлично. Все равно голоден. О, теперь сытый. Есть. Схемы у нас валяются в основном в разрухах. Ага, в основном в металлоломе, так что найти их довольно сложновато, но я надеюсь, что я их скоро найду. Да. Блин, мне бы еще как-нибудь далеко-то не уйти. А то иначе я потом потеряюсь и вообще обратного пути не найду. О, еще нашел. Еще нашел. Я уже довольно так далеко забрел. О, сразу же схему нашел. Отлично. Я уже так далеко забрел, что мне кажется, что я заблудился. Слушайте, в принципе, всех ресурсов у нас уже хватает. Предлагаю возвращаться на базу. Отлить металлическую пластину. И сделать, наконец-то, солнечную батарею. Чтобы наш аккумулятор заряжался по максимуму. Вот это нам нужная вещица. Фруктов нам не хватало. У нас уже заканчивается кислород и это очень-очень плохо. Сейчас мы это исправим. Хорошо, что у нас баллон с кислородом с собой. Давайте воспользуемся им. Опа. Полный кислородный баллон. Слушайте, так это даже выгоднее делать кислородные баллоны, чем ходить постоянно на базу и заправляться этим кислородом. Так, еще одна. Давай. Опа. Шестереночка выпала. Теперь нужно найти нашу базу. База где-то у нас здесь. База где-то у нас здесь. Может, чуть выше. Кстати, говорили, на буковку М можно открыть карту. Ух ты, вот она точно. Карта-то есть, а я и не знал. И, блин, темнеет. Темнеет, это очень не круто. Так, вот она наша база. У нас наступил уже новый день. В темноте было сложновато работать. Плавильню мы размещаем вот сюда. Готово. И теперь давайте выплавим парочку металлических пластин. Все. У нас теперь две металлические пластины и две микросхемы. Нам как раз хватает для солнечных батарей. И, кажется, у нас там корпус продырявился. Надо его починить. Блин, кислород. Кислород выходит. Вот. Отлично. Солнечные батареи мы поставим все сюда же. Ага. Вот сюда поставим. Давайте так вот сделаем. Чистить надо? Вроде ничего не надо. Все. Теперь гораздо быстрее заряжается аккумулятор. Если честно, я бы еще поставил солнечных батарей. Я думаю, мы сейчас этим и займемся. Микросхемы у нас закончились, поэтому отправляемся на поиски. На поиски металлолома. И, кстати, я еще хочу поставить осветительные приборы. Там у нас светильник был. Так что нужно бы его тоже поставить, чтобы я мог работать ночью. Потому что, ну, блин, без него совсем тоже плохо. И тогда мы сможем работать 24 часа. И ночью, и днем. Так, необходимо лопату. Давайте лопату возьмем в руки. Выкопаем все это дело. Так, я уже голоден. Съедаем яблочко наше. Сыт, сытый. Все. Я думаю, что мы сейчас побежим обратненько. Пора возвращаться на базу. Конечно, с пустыми руками. Но что поделать? Что поделать? Выживать-то надо как-то. Вон там сейчас еще сверху. У нас котенок сейчас будет на грани. Кислорода нет. А котенок все еще бегает тут по Марсу нашему. Благ база тут недалеко. А это что у нас такое? Блин, где база-то вообще? Куда я, где я? Опа. Все, побежали, побежали. Быстрее, быстрее на базу. Наверх. А то мы сейчас окочуримся. Все. Аж два. О, голодание. Наш котенок голодает от того, что нехватка кислорода. Быстренько-быстренько забравляем. Травмирован. Давай, 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 лечись. Все. Успели. Слегка ранен. Сейчас мы восстановимся. И блин. Не успели мы отбежать, как у нас начались бури. И нам засыпало одну солнечную панель. Сейчас надо выходить и чистить ее. Хочу еще посмотреть. Ах, кислородного баллона нам не хватает одной металлической пластины. Ну, хорошо, что мы ее можем сделать. Давайте сейчас быстренько сделаем. Заправим себе баллон. Баллон с кислородом. И побежим дальше по своим делам. Я думаю, что мы даже несколько баллонов сделаем. Все. Два баллона у нас есть. Нам нечего бояться. Очищаем нашу солнечную панель. Вот, отлично. И побежали теперь искать схемы, микросхемы. Так. Мы еще ни одну микросхему вообще не нашли. А у нас уже потемнело. Включаем фонарик. Я вообще не представляю, как мы в темноте сейчас будем тут бегать. Не дай бог еще встретим какой-нибудь инопланетянина, который нас украдет. И будет у нас держать дома в виде котейки. Ну, котейки это все-таки домашнее животное. И мы будем домашним животным инопланетянина. Так, что у нас здесь? Это вода. Так, заправляемся кислородом. Отлично. Где моя лопатка? Почему я лапами раскапываю ресурсы? Ага. Ресурсов-то много. А вот металлолома вообще нету. В округе какая-то пустошь. Знаете, такое ощущение, как будто я все уже обыскал. Надо идти куда-то вглубь. Все, я думаю, основных, ну, вторичных ресурсов я уже набрал. Первостепенные ресурсы это все-таки для нас. О, вон тот хлам. Кстати, я уже голоден. Нереально спасает фрукты. Просто скафандр отключен каким-то макаром. Вы че? Блин, электроэнергия закончилась и скафандр отключился. Вот это я вообще не мог даже предположить. Но подача кислорода все равно же у нас идет, правильно? Так, я уже у базы своей. Капец, как я это вообще не продумал. А, и че, как я тут на базе-то подзаряжусь-то? У меня ж тут ничего нету. Хотя вот начался восход. Сейчас энергия восстановится. Ой-ой-ой, быстренько утечку убираем. Блин, конечно, я думал, что я подольше побегаю. Ну, а вот с энергией была беда. Короче, значит, нам нужен еще аккумулятор какой-нибудь переносной, чтобы по ночам бродить и лазить, да? Ясно. О, ребят, прикиньте, че выпало сейчас. Радиоактивная руда. Нифига себе. Знаете че, мне казалось, что мы можем сами делать микросхемы, поэтому мы сейчас возвращаемся на базы. Так как я вообще ничего в хламе больше не нашел, сколько уже перерыл, ни одной микросхемы вообще не нашел. Так что будем делать сейчас это все дело сами. Блин, сколько это радиоактивной руды. Че с нее делать-то можно, интересно? Сейчас посмотрим. Пекс. Пойдемте возвращаемся на базу. О, я уже как раз проголодался. Съедим фруктики. О, вот это я понимаю. Наткнулся на хорошие такие хламы. Ай, подобрать не могу, надо что-нибудь съесть. Ну давай суп, суп съедим. Нарвался на такие хорошие завалены, развалены, где было две микросхемы. Это то, что нам нужно. О, еще одна. Офигенно. Ну что ж, мы прибыли на базу. Нужно восполнить наш кислород. Сейчас это быстренько у нас делается. Аккумулятор, кстати, у нас заряжен уже на полную. Вы посмотрите. Офигенно просто. Я думаю, что нужно, не нужно солнечной батареи еще. Потому что за день, в принципе, аккумулятор полностью заряжен. Это при условии, что у нас еще работает очиститель воздуха и плавильня. Офигенно. Значит так. Нам нужно сделать вот таких вот проводов, несколько штук. И выплавить еще пластины. Значит, плавим пластины. Так, вы посмотрите. Началась ночь. А у нас аккумулятор уже наполовину разряжен. Давайте уберем плавильню. Где же у нас осветительные эти приборы? Текст. Вот они. Блин, не тот металл сделал. Ай-яй-яй. Не тот металл сделал. Ааа. И закончилась еще энергия. Отключилась вся база. Ладно, делаем металлическую балку. Нам нужно две балки. Все. Две балки у нас готово. Можем сделать светильник. Чем мы сейчас и занялись. Офигенно. Так. Куда его поставить-то, блин? Я даже не знаю. Ну, давайте поставим. А тут крутить можно? Как-то на буковку R говорили. Rotation. Нифига это не работает. О. Ну, в общем, ребят, светильник я поставил сюда. Но нужно к нему еще подвести провода. Потому что без проводов он у нас светить не будет. А провода нам нужны... Так. Нам нужно две проволоки. Ладно. Посмотрим. Полностью все сделаем. Насколько у нас хватит. Так. А теперь давайте провод. Я думаю нам... Ну, четыре должно хватить. Все. Давайте попробуем. Так вот. Ааа. То есть еще как-то подключается это все дело странно, да? В общем, ребят, я сделал эти провода. Но оказывается, они только для того, чтобы объединять модули. Это кабели, которые могут связывать модули базы. А как подключить дистанционно? Ну, то есть далеко от базы светильник я вообще не представляю. То есть придется сейчас поставить где-то рядышком. Тогда давайте. Где-нибудь с базой. Ну, вот сюда, да? Тогда он будет светить. То есть все относительно рядом с базой должно быть. Так, это забираем. Да, вот он светит. Все хорошо. И давайте еще один аккумулятор поставим рядышком. Текс. Делаем наш аккумулятор. И пойдемте его ставить сюда. Быстрее. А, сюда я уже не могу. Ниже могу. Ладно, давай ниже. И уже свет потух. Плохо. Плохо дело. Так, осветительный прибор я могу выключать. Но я этого не хочу делать сейчас. Пускай расходует аккумулятор. А, кстати, я могу фильтр кислорода выключить? Нет, фильтр кислорода я не могу выключить. К сожалению. Или, к счастью, непонятно. Что я еще могу сделать? Кабели я уже делал. Мне интересно, вот это что у нас такое. Генерирует энергию с помощью радиоактивного распада. А вот распад-то у нас как раз таки есть. Но делать его сейчас я не хочу. Так, собирать воду при помощи дождевого вот этого штукенции я тоже не хочу. Растения расти я не хочу, потому что... Блин, я голоден. Я голоден. Надо быстрее есть. Знаете что? Я посмотрел, посмотрел, и вот мне автоматический шлюз понравился. Давайте посмотрим, что необходимо для шлюза. Для шлюза балка и шестеренка. Это все у меня есть. Шестеренка есть, а балки нет. Ладно, балку сейчас сделаем. Не проблема. В чем проблема? Нет проблемы. И для автоматического шлюза нам еще нужно... А, ну в принципе... В принципе, в принципе, микросхемы. А у меня их всего две. Но я могу сделать их и сам. Давайте сделаем. Все, теперь у меня три микросхемы. А зачем мне шлюз делать, если у меня вот шлюз стоит? Вот я капец. Давайте этот шлюз тогда уберем. Заберем его. И сделаем этот... Вот он автоматически. Так, инвентарь переполнен. Чего б не голоден? Давайте съедим. Почему я не могу руду в руду сложить? Скажите мне. Хлам могу, руду в руду не могу. Так, автоматический шлюз. Давайте делаем его. Автоматический шлюз у нас готов. Подсоединяем. Сейчас посмотрим, как он работает у нас. Ооо, ребята, это просто нереально круто. Мне теперь не надо кликать мышкой, чтобы его открыть, закрыть. Это очень удобно. Это очень классно. Что еще мы можем сделать? Переключатель питания. Это нам не нужно. Ремонтный дрон. Автоматический дрон, который чинит модули базы. Нужная штука. Мне нужен двигатель. Для двигателя мне нужны шестеренки. А шестеренки я сами могу делать? В плавильне, может быть? Давайте посмотрим. В плавильне. Нет. Блин. Что, неужели мне шестеренки надо искать? Неужели я шестеренки не могу сам сделать? Фигово. Короче, я хочу этого дрона. Ребята, я хочу этого дрона, поэтому мы сейчас отправимся... Так, подождите. Поэтому мы сейчас отправляемся на поиски хлама, чтобы найти эти шестеренки. Все, погнали. Кислородный баллон у нас есть. Инвентарь у нас полон. Давайте продолбим пару камней. Ничего интересного мы, в принципе, и не нашли. Хлам, хлам, хлам. Вот он, хлам. Три шестеренки. Есть. Одна шестеренка есть. Сразу же, моментально. Ух ты, сколько я здесь нашел. Вы посмотрите. Кстати, надо фрукты пособирать. Потому что я сам себе не готовлю. Я, знаете, я как в гостинице, где все включено. Где all-inclusive. Еще осталась одна шестеренка. И где-то тут микросхема валялась. Блин. А, вот она. Вот она микросхема. Еще бы хлама. Еще бы парочку металлолома. Блин. Теперь нифига не видно. Энергия кончается. Если она кончится, будет совсем плохо. Блин. Утечка кислорода на базе. Ай. Вот не вовремя. Вот честное слово. Так, выключаем фонарик. Потому что уже начинает светать. Походим пока в темноте. Мне нужен скафандр все-таки. Как не крути. И я, кстати, голоден. Надо что-нибудь захомячить. Сыт? Сытый. Давайте посмотрим, куда я вообще убежал. Воу. Как далеко я убежал. Все, надо назад. О, вот это я, конечно, нарвался хорошечно. Вы посмотрите, сколько здесь хламья-то, а. И еще дополнительно две шестеренки нашли. Все. Можно теперь возвращаться на базу. Строить этого дрона. Он будет следить за нашей базой. Кстати, там на базе утечка кислорода. Поэтому побежали быстренько туда. Мы подбегаем к базе. И слышим, как у нас пропускает кислородный шлюз. Так, все, починили его. Что нам нужно? Что нам нужно? Быстренько дрона сделать, да? Дрон. А, двигатель. Делаем двигатель. Потом на дрона нам нужна микросхема, двигатель и пластина металлическая. Пластина металлическая нам нужна еще одна. Ножи нет? Тут в запасе. Нет, запасе у нас нет. Давай, давай, давай. Быстрей, 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 быстрей. Есть, готово. Так, дрончик, где ты? Есть. Дрон готов. Это очень круто. Куда его только поставить? Не понял. Давайте вот сюда его поставим. Здесь можно. Только мне потом получается не подлезть. А, нет, подлезть. Я здесь могу все забирать. Вот такой вот у нас дрон. Смотрите, здоровый дрон. Надо будет посмотреть, как он работает. Он, наверное, взлетает. Блин, когда у нас утечка будет кислорода? Но лучше не надо. Что мы еще можем сделать? Можем мидпункт сделать. Ну, в принципе, здоровье у нас восстанавливается. Можем сделать гараж. Но гараж, блин, в принципе, чего его делать? Уже игра подошла к концу. Давайте сейчас все-таки... Ладно, все-таки давайте сейчас в ночь отправимся на поиски шестеренок. Может, мы успеем сделать все-таки этот гараж. Потому что все остальное, оно как-то, ну, неинтересно. Уже, в принципе, основное мы все сделали. Жизнеобеспечение нашей базы, мяу-базы, есть. У нас аккумулятор есть. Все нормально держится. Все хорошо. А вот гараж... Там просто написано, что строительство транспортных средств. И вот мне интересно, что мы можем, кроме машины, там построить. Так что давайте посмотрим. Ну что ж. Надеюсь, помимо машины мы там еще чего-нибудь сможем смастерить. Давайте попробуем. Блин, только машина. Только машина, ребят. Ну так неинтересно. Я думал, там будет какой-нибудь космолет или еще что-нибудь там. Не знаю, марсоход какой-нибудь. Но машина... Ну это скучно. Так как игра еще в разработке, я надеюсь, что они сюда добавят всего-всего. О, ветер начался. Смотрите какой. Сейчас нам солнечные батареи засыпет. А мы пока спрячемся в нашей базе. А вот, кстати, уже темнеть начало. О, смотрите, как дрон работает. Вот он подлетел. И чинит. Прикольно. То есть вот так вот он куда-то летишь. А, он еще и чистит солнечные панели? Офигенно. Кстати, а что ты вон тут не дочистил? Ага, сейчас полетел, значит. Блин, ну это, конечно, круто все. Но у нас уже закончилась зарядка. А если бы зарядка закончилась, а дрон сидел бы и чистил еще солнечные панели, он бы там рухнул, что ли, без подзарядки? Хотя, я думаю, у него подзарядка все равно есть. В общем, ребят, вот такие вот дела. Мы с вами еще не делали генераторы, но в принципе нам генераторы не нужны были, потому что у нас стоят аккумуляторы, солнечные батареи. Они вместо генераторов нас снабжали энергией, и было очень все хорошо и здорово. Ну вот, ребята, у нас и наступил рассвет. Это последний день у нас был. Считайте, что мы все прошли, мы все выиграли. День 12. Вы выполнили миссию. Так что я вас поздравляю, ребят. На этом наше прохождение котейской базы подошло к концу. Делать там больше нечего. Ждем каких-то новых дополнений, наработок от разработчика, чтобы было много всего интересного. Ну а пока все. Всем спасибо за просмотр. Не забываем подписываться, ставить лайки, писать свои комментарии. Всем удачки и пока-пока.